Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов», глава 13, стихи с 25 по 32. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостойно развязать обувь на ногах, мужи, братья, дети рода Аврамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима, и начальники их, не узнав его, и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины и достойной смерти, просили Пилата убить его». «Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилея в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение Священного Писания, которое входит в раздел богослужебных книг, называемый «Апостолом». И сегодня мы с вами отступаем от чтения Коринфского послания апостола Павла. Мы прочитали с вами первое уже послание апостола Павла к Коринфянам, уже читаем с вами второе послание, но сегодня мы читаем с вами книгу «Деяний святых апостолов». И почему читается эта книга? Потому что сегодня день усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Поэтому и говорится в сегодняшнем отрывке сначала о крестителе и о Анне. Но в дальнейшем, в целом, в сегодняшнем отрывке говорится, конечно же, о Господе Иисусе Христе. Ибо именно Господь Иисус Христос есть центр повествования Священного Писания. К нему, как к единому центру, собирающему все во всем, стремится все тексты Священного Писания, все смыслы сосредоточены именно на нем. И как и история наша человеческая, центр истории находится именно в Господе Иисусе Христе. Он есть альфа и омега истории жизни человеческой, жизни всего человечества. Он есть начало, и Он есть конец этого видимого мира, и нас ждет обновление со вторым пришествием. Обновление мира, как мы читаем в книге «Апокалипсис» Иоанна Богослова, где сказано о том, что «Се творю все новое». Наш мир ждет обновления. И источником этого обновления, конечно же, будет являться Святая Троица через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, сегодняшний отрывок «В день памяти. Усекновение главы Иоанна Предтеча». Мы читаем в книге «Деяний». «При окончании же поприща своего Иоанн говорил». Здесь идет речь об окончании поприща. Что это за поприще? Все мы знаем из Евангелия, из истории евангельской, что Иоанн Креститель был великим подвижником, был великим аскетом, который своей жизнью, своими делами прежде всего привлек к себе внимание в окрестности Иерусалима и самого города. Ибо народ в Иерусалиме, народ в Израиле, в Иузее ожидал пришествия Спасителя. Это было напряженное время ожидания. И тут появляется необычный человек, великий аскет и подвижник, который не занимается какой-то политической агитацией на улицах Иерусалима, а смиренно уходит в пустыню, в безмолвие. И, конечно же, это было необычно, хотя практика аскетических упражнений существовала и в те времена, и были аскеты и подвижники. Уходит Иоанн в пустыню, но уходит для того, чтобы к нему потянулся народ, потянулся за Словом Господнем. Идя к нему, они ожидают чего-то. И завершение поприща Иоанна, это было завершение его деятельности как пророка. Потому что сначала он был в пустыне, аскетом, затем, когда к нему пошли люди, он начал им благовествовать. Начал говорить им о приближении Мессии. И это было финальной точкой его проповеди. И вот в конце своего поприща он говорил, «За кого почитаете вы меня?» Потому что люди многие думали, что именно он и есть тот обещанный Мессия. Но он отвечает, «Я не тот». «Но вот идет за мной, у которого я не достойен развязать обувь на ногах». Такое глубокое смирение выказывает здесь Иоанн Креститель, показывая, что будущий, идущий за мной человек, настолько велик, что я не достоин прикасаться даже к его обуви. Хотя по представлениям тогдашнего общества, иудейского общества, ветхозаветного общества, неомытые ноги человеческие были в скверне. Поэтому всегда в домах существовали специальные, при входе в дом существовали специальные такие небольшие корыца, где человек мог омыть ноги ритуально, омыть от скверны, которые он топтал ногами на улице. Ибо на улице ходят, испражняются животные, и человек может наступить в нечто подобное, не зная даже об этом. То есть много-много различной скверны цепляются на ноги человеческие по представлению тогдашнего общества, поэтому нужно ноги омывать. Так вот Иоанн Креститель говорит, что я не достоин даже вот в этом смысле наклониться и развязать обувь неомытых ног Спасителя. Мужи и братья, говорит нам сегодня книги Деяния, «Дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего». Это слово спасения о том, что тот, кому недостоин был Иоанн Креститель, великий аскет и подвижник, великий пророк, последний пророк межзаветного периода, он благовествовал Спасителя, и это тот, о ком обетовал, о ком говорил сам Господь нам через Авраама, через Патриархов, через Ветхий Завет, через пророков. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его, и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». Итак, здесь говорится о том, что судьба Спасителя нашего была предопределена в каком-то смысле пророчествами древних пророков, словами древних пророков. И действительно, читая книгу Исаии, пророка, мы удивляемся и видим, как четко и за много сотен лет до описываемых событий в своих видениях как бы описал нам пророк Исаия события, которые происходили на Голгофе. И, в принципе, начиная с стиха с 26-го до конца сегодняшнего отрывка, говорится краткое исповедание веры. Ведь если приглядеться внимательно и вдуматься, то то, что здесь написано, по смыслу повторяет то, о чем мы поем с вами за каждой божественной литургией в символе веры, распятого за нас при понтийском Пилате и страдавший погребенный, воскрешившего в третий день по Писанию. И сидящий одесной отца, и паки грядущего, со славой усудитесь живым и мертвым, и Гожецарства не будет конца. И здесь как раз таки об этом говорится, вот об этой исторической части жизни Спасителя, о том, что Он был предан, о том, что Его не узнали те, к кому Он пришел, как говорит Евангелие Туана, к Своим пришел, но Свои Его не приняли. Соответственно, очень важно нам сегодня, в День памяти усекновения главы пророка и предтечи Крестителя Господня Иоанна, узнать Спасителя, узнать и увидеть Его в своей жизни, обратиться к Нему всем сердцем и направить все силы своей души к покаянию, ибо это первейшие слова, которые Спаситель говорит. И такие же слова говорил и Креститель Господень Иоанн, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Итак, дорогие братья и сестры, будем жить в покаянии и молитве. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok